Что такое карма? Как очистить карму прошлого? Почему жизнь несправедлива? Смотрите, слово «карма» означает «действие». В отчаянии люди говорят, что же мне поделать, такова моя карма. Но то, что мы в обыденности называем кармой, на самом деле так далеко от реальности. Существует индивидуальная карма и коллективная карма определенных сообществ и народов. Именно поэтому Кришна сказал на санскрите «пути кармы неисповедимы». Гурудев, если у меня возникла негативная мысль, но я не стала воплощать ее в действие, это все равно создает карму. Каждый день миллионы мыслей проходят сквозь ваш ум. Но если вы цепляетесь за какую-то мысль и отождествляете себя с ней, это формирует вашу карму. Кришна говорил, если чей-то интеллект не прилипает к действиям, то даже если он разрушит весь мир, то не наработает себе никакой кармы. Это совсем непросто — совершать действие без этого остаточного впечатления в вашей голове. Если вам это удается, то вы — Кришна. Я знаю положительных людей, у которых все идет кувырком, а какие-то люди негативные, у них все идеально. Мы не можем видеть чьё-то действие и причину этого действия на ограниченном отрезке времени. Реальность не является таковой. Говорю вам, мироздание нелогично, оно превосходит логику. Вопросы Гурудеву на тему кармы. Гурудев, что такое карма? Какие существуют виды кармы? Имеют ли все они одинаковую интенсивность или отличаются? Смотрите, слово «карма» означает «действие». Карма — это что? Действие. Существует три типа действий. Первый — действие в форме семени, намерения. Второй — действие, которое непосредственно происходит из-за тем влияния уже совершенного действия. И все три типа действий называются кармой. Действие в зачаточной стадии — это также карма. Действие, которое совершается прямо сейчас, которое проживается, — это карма. И затем впечатление, которое оно оставляет, — также карма. Карма также бывает разных видов. Прарабдха карма означает то, что я приобрел в прошлом. Впечатления о моих действиях в прошлом называются прарабдха карма. Санчета карма означает семена действий, которые вы несете. А гаами карма означает такую карму, которая даст свои плоды в будущем. А прарабдха карма уже приносит свои результаты. Бывает так, что есть семечко, но вы его поджарили, и оно не даст росток. Так? Таким образом, санчета карма похожа на эти семена, которые могут быть поджаренными, и означает последствия, которые можно исправить. Эту карму, санчета карму, можно стереть. Например, у вас есть привычка пить кофе, но в какой-то день вы скажете, «Нет, я не хочу пить кофе». А гаами карма такова, что у вас есть привычка пить кофе, а когда вы не выпьете, то у вас начинает болеть голова. Это кофейная карма. Впечатления тянут вас в эту сторону, и вам приходится пить кофе. Но вы можете сказать «Нет». Итак, а гаами карма и санчета карма, обе могут быть стерты. Знаете, выращивают сорта винограда без косточек. Ягода такого винограда никогда не прорастет. Но прарабдха — это карма, которая уже дает свои плоды, и вам придется их пережить. Вы можете предотвратить грозящее заболевание. Но когда вы уже заболели, единственный выход — вылечить заболевание. Вы не можете предотвратить его, когда оно уже началось, уже проявлено. Так что прарабдха карма — это такие проявленные последствия, которые тоже нуждаются в корректировке. Несомненно, но не могут быть аннулированы. Я приведу вам другой пример. Предположим, вы делаете халву. Когда вы готовите халву и чувствуете, что сахара маловато, то что вы делаете? Добавляете больше сахара. Когда чувствуете, что топленого масла слишком много, тогда что? Добавляете больше манной крупы. А если манная крупа уже приготовлена и есть, и когда они начинают проявляться, вы всегда можете применять определенное противодействие. Карма — это не фатальность. Мы не должны воспринимать ее с этим фатальным отношением. Понимаете? Гуру Дэв, у нас есть так много впечатлений из прошлых жизней, что влияет на то, какие из них станут прарабдхой и дадут плоды в этой жизни. Смотрите, у вас есть так много впечатлений из прошлого, но останется только самое сильное впечатление. Все другие впечатления растворятся, улетучатся. И если я сейчас спрошу вас, что вы кушали на завтрак 1 апреля, вы точно завтракали, вы это знаете, но сейчас вы уже не помните этого, потому что это не оказало какого-то значительного влияния на ваше сознание. Таким образом, сильнейшие впечатления остаются в виде кармы, и даже они сотрутся через какое-то время. Ничего не остается навечно. Гуру Дэв, мы говорили о прарабдха карме. В чем смысл нести за собой карму из прошлых жизней в следующую? Почему бы Богу не быть снисходительным и не позволять начинать каждый раз с чистого листа? Особенно, если я не помню каких-то хороших или плохих прошлых действий и впечатлений. Почему ты хочешь избежать всего веселья? Если все начинается с чистого листа, то в чем же движение? Почему что-то вообще должно двигаться? Не существует Бога, который сидит где-то там и указывает. Ты исполняй эту карму, а ту не исполняй. Действие — это часть мироздания. Без него не могло бы быть всего существования. А впечатление от действия — это то, что наш ум носит с собой. Неважно, из этой жизни или из прошлой жизни, или откуда-то еще, он просто привык хранить эти вещи. А когда он избавляется от всего этого, то это нирвана. Ум чист, как у ребенка. Ребенок не впитывает впечатления так глубоко. Посмотрите, они стираются, испаряются достаточно быстро, но только до определенного возраста. А затем впечатления начинают накапливаться в его уме. Грудеф, вы сказали, что карма — это действие. Но также и не делание чего-то — это тоже карма. Или мысли, или чувства — это также карма? Да, да. Думание, чувствование — все это карма. Чувства также приходят определенно. Посмотрите, все это энергия. Мысли — это энергия. Эмоции — это энергия. Наше тело — это энергия. Когда вы рассматриваете уровень энергии, то видите, что все есть энергия. И уходят такие понятия, как эмоциональная карма, карма мыслей или энергетическая карма. Все это становится бессмысленно. Все есть энергия, даже наше тело — это энергия. Тело — это также карма. Прарабдха-карма. Прарабдха-карма — самый лучший пример этого вида кармы, который вы получили. Смотрите, ваш рост — это прарабдха, но ваш вес может быть вашей санчета-кармой. И агами-кармой. Он может быть изменен. Вы можете стать стройнее или поправиться. Так что в этом вопросе у вас есть выбор. Грудеф, если у меня возникла негативная мысль, но я не стала воплощать ее в действие, и она все равно создает карму? Нет, это не создает волны кармы. Не пытайтесь избавиться от негатива. Будьте свидетелем негатива. В таком случае вы уже за его пределами. А в какой момент карма от мыслей начинает сковывать и обретает силу? Если вы беспокоитесь, «О, у меня такая-то негативная мысль». Когда вы присваиваете ее себе, тогда это ваша карма. Но если вы говорите, что мысль появилась и ушла, и не беспокоитесь об этом, то она не формирует карму для вас. Ведь миллионы мыслей каждый день проходят сквозь вашу голову. Иногда вы отправляетесь в какое-то место, и там ваш ум посещают определенные мысли. И не следует говорить, «Ох, это моя карма». Но если вы зацепитесь за какую-то мысль, отождествите себя с ней, то это формирует вашу карму. Это мои мысли. «О, я думаю, эту негативную мысль, негативная мысль еще в моей голове. Я продолжаю не думать». Тогда появляется карма. Если кто-то заработал кармический долг из-за того, что отвратительно вел себя со мной, и затем я воздала ему по заслугам, то формируется кармический круг. Как его разорвать, или он так и будет продолжать самовоспроизводиться. Смотрите, карма приклеивается к вам, если ваш интеллект, ваш ум попадает в ее ловушку. Вы, должно быть, читали в Бхагавадгите. Кришна говорит, «Если интеллект человека не прилипает никаким действиям, то даже если он разрушит весь мир, он не получит никакой кармы». Это ваш интеллект, имеющий фотографические воспоминания обо всем. Эти впечатления и есть то, что остается с вами в качестве кармы. Если вы подобны зеркалу, зеркало не задерживает никаких впечатлений. Но если вы как фотопленка, то вы все сохраняете. Тот, чей интеллект не прилипает никаким обстоятельствам, событиям, и видит все как спектакль, как шутку или голограмму, тогда вы не нарабатываете совсем никакой кармы. Вот почему человек в нирване или просветленный не получает никакой кармы. Почему? Потому что он как зеркало. Зеркало не держится ни за какое изображение. Вот присутствуют отражения. Но как только объект движется, зеркало остается чистым. Оно пустое. Предположим, вы идете и случайно, неосознанно ступили на несколько муравьев. В этом случае вы не должны говорить «О, моя карма настигнет меня». Карма придет. Но если вы намеренно причиняете кому-то вред, и это впечатление есть в вашем уме, тогда это отразится на вашей карме. Курдев, вы сказали, что именно впечатление о действии создает карму. А что если люди совершили ужасные вещи, например, террористы, которые по-настоящему верили в свою правду и убили множество людей, если они верили, что этого блага и не привязывались к действию, то заплатят ли они за свое преступление? Карма настигнет их или нет? Не думаю, что они являются свидетелями своих действий. Это очень возвышенное состояние ума. В таком состоянии ума вы в принципе не способны сделать что-то подобное. Если вы причиняете боль другому человеку, то эти вибрации определенно бьют по вам. Они впитываются вашим телом. Так что тот человек, предположим, террорист, не сможет сказать «Я ничего не делаю». Он делает. И когда делания присутствуют, карма тоже совершенно точно есть. Террорист никогда не скажет «Все происходит само собой». Он испытывает ярость, гнев и ненависть, и уже даже в этот момент у него есть впечатление. Так что все вернется к нему. Существует ли связь между чьей-то кармой и милостью, которая к нему приходит? И снова продолжая этот пример с террористом, если какие-то хорошие вещи происходят с террористом, то это Божья милость или его карма? Смотрите, вы должны запомнить, что этот человек, который может быть террористом, может также иметь и какую-то хорошую карму. Вы не можете утверждать, что у него только плохая карма. Он мог сделать и что-то хорошее в жизни. Поэтому Кришна и говорит на санскрите, «Пути кармы неисповедимы. Она настолько глубока, так широка, какие заслуги дают ему комфорт». Смотрите, когда мы говорим «хорошая карма», «плохая карма», что мы имеем в виду? Карму, которая приносит вам страдания, вы называете плохой, а карму, которая дарит вам комфорт и счастье, вы называете хорошей. Но даже это меняется. То, что вы считали хорошим некоторое время назад, иногда оборачивается чем-то плохим для вас. Точно так же то, что вы воспринимали как невезение в какой-то момент, превращается во что-то хорошее с течением времени. А то, что вы считали хорошим, становится плохим. Плохое становится хорошим. Поэтому счастье и страдания — всё это часть жизни и часть кармы. Действие — это карма. Причина действия — это тоже карма. Опять же, с широкой перспективы не существует понятия «хорошая карма» или «плохая». Действие — это просто действие. И оно имеет свои последствия. В джайнизме — это центральное понятие. Знаете, то, что каждое действие имеет последствия. В джайнизме — это центральное понятие. Знаете, что каждое действие имеет последствия. В философии джайнизма они не пощадили даже Кришну, потому что Он был причиной войны, так что теперь Он в аду. Но Кришна с этим не согласен, и Он говорит, «Я не тело, Я не делатель». Он знал это, так что это совсем иное понимание. Это совсем нелегко — совершать действия без впечатлений, застревающих в вашей голове. Если у вас это получается, тогда вы Кришна. Он ничем не отличный от Кришны, совершенный йогин. Поэтому Кришна говорит, «Вы же всё знаете, что Он был женат, у Него было восемь жен». И Он говорит, «Если Я совершенный монах, Брахмачаре, то Ямуна остановит своё течение». И она остановила. Это очень-очень высокое состояние сознания. Расскажи о милости, дорогой Гурдефа, милости и удачи. Милость — это нечто совсем другое. Есть милость, которая помогает людям подняться над кармой. Не нужно думать, что милость только превращает плохую карму в хорошую. А хорошую — в плохую. Нет, она помогает вам подняться над кармой. Она приносит вам свободу. Тогда, Гурдеф, кто получает эту милость, зависит ли это от кармы этого человека или это независимо от всего происходящего? Немного и того и другого. Если бы это зависело только от кармы, мы сказали бы, что это плоды кармы. Тогда в чём же милость? Милость теряет всякий смысл, если это просто результат ваших заслуг. Но сама суть милости в том, что она безусловна. Но условно. Это условие в том, что вы человеческое существо. Но попадание на духовный путь — это карма, верно? Смотрите, не существует ничего, что было бы за пределами кармы. Ничего в мироздании не может быть вне кармы, кроме сознания, которое является лишь свидетелем. Дух не имеет кармы. Карма есть только у души. И, Гуруджи, то, как вы ведёте себя с нами, это зависит от нашей кармы. В данный конкретный момент моя карма определяет вашу реакцию или ваши действия, связанные с нами, не зависят ни от чего. Это комбинация. Немного того и другого. Часто это полностью не зависит от того, кто вы есть, что вы есть, насколько вы заслуживаете чего-то или нет, и тому подобное. Это вы называете милостью. Это комбинация. Немного того и другого. Часто это полностью не зависит от того, кто вы есть, что вы есть, насколько вы заслуживаете чего-то или нет, и тому подобное. Это вы называете милостью. Но с другой стороны, всему есть своё время, и в нужное время нужные вещи продолжают происходить. Смотрите, вы думаете, очень линейно, для вас есть белое и чёрное, а я говорю, нет, это серое. Вы хотите разложить всё по полочкам и сказать, «О, всё определяется кармой, так что моё соприкосновение с медитацией — это тоже карма, моя медитация — также карма, моё благословение, милость — это всё карма». Вы хотите уложить всё в одну коробку. Реальность совсем не такая. Это так не работает. Говорю вам, существование нелогично, оно пронизывает логику и выходит за её пределы. Именно поэтому вы говорите «да» или «нет». Да, большинство вашей активности и того, что вы получаете, — это ваша карма. И в то же время, да, существуют понятия милости, понятия благословения, что-то, что просто падает вам в руки. Всё это тоже имеет место быть. Не думайте, что существует только одно или другое. Не пытайтесь увязать всё в одну концепцию. Оттого и существует пять качеств божественного. Какие они? Шришти — создание, стити — поддержание, лайя — разрушение, тирабхав — сокрытие, ануграха — милость, благодать. А сейчас вы хотите всё поместить только в создание, поддержание и разрушение. Но существует что-то за пределами этого цикла. Тирабхава — это также действие, оно означает прятание. А затем — ануграха — милость, благодать. В связи с этим вопрос, Кришна сказал Арджуне, что «Я забрал всю твою карму. Могли бы вы пролить свет на то, как это случилось, это только по милости?» Да. Он сказал, что вы не можете полностью очиститься от своих грехов. Когда что-то прилипло к вашей спине, вы не можете просто так это убрать. Вам нужно какое-то дополнительное приспособление, чтобы поскрести спину. Или когда ваши руки грязные, то грязными руками вы не можете очистить что-то от грязи. Так что Кришна сказал, «Я здесь для того, чтобы смыть с вас всё это. Но хотя бы слушайте меня. Не нужно печалиться, не волнуйтесь, я здесь для того, чтобы забрать вашу карму, ваши грехи». Он не говорит, «Я заберу все ваши заслуги». Он говорит о грехах. Поэтому грешнику не нужно стараться стереть, избавиться от своих грехов. Вам это не под силу. В этом случае вам нужно всё отбросить. Вы сдаётесь. Гуру Дэв, знаете, когда Гуру освобождает человека от его кармы, в этот момент что происходит с кармой? Она просто исчезает, или Гуру забирает её на себя. О, смотрите, смотрите. Подобно тому, как в комнате полной темноты вы зажигаете свет и спрашиваете меня, куда же уходит темнота? Куда она девается, она просто перестаёт существовать. Иногда, Гуру Дэв, существуют нестыковки между возможностями, которые мы получаем, способностями, которые у нас есть, и положением, которое мы занимаем. Какова роль кармы в этой ситуации, Гуру Дэв? Смотрите, у вас есть намерение. Ваше намерение проникает сквозь карму. К примеру, идёт дождь, такова карма. Но вы берёте зонт и идёте, не промокаете. Вы противостоите обстоятельствам. Именно поэтому все эти практики, джапа, медитация, они даны для того, чтобы противостоять карме. Так что это не фатальная концепция. О, всё предопределено кармой. О, идёт дождь, мне придётся вымокнуть, и такова моя карма. Нет. Возьмите зонт и бегите под крышу. Окажитесь в сухом месте. Гуру Дэв, когда я беру намерение, связанное с определённым временем, прикладываю все усилия, чтобы его достичь, но не вижу желаемых результатов, это из-за моей кармы или недостатка усилий, или ещё чего-то влияния? Вы взяли намерение и, возможно, не проложили достаточно усилий. Но чьё-то влияние тоже может помешать. Чьи-то противоречивые намерения тоже могут повлиять. Да. Знаете, поэтому много раз, когда вы выходите из дома, и кто-то говорит «не ходи» или «зачем ты идёшь?», бабушки любят причитать, и они вернут вас, скажут «сиди дома». Поэтому иногда, когда вы делаете что-то масштабное или хорошее, лучше не говорить другим, чтобы не сглазили. Но на самом деле у этих чужих намерений очень незначительная роль. Гуру Джи, иногда намерения или воля не так уж и сильны, верно? Иногда оно такое слабое, что увядает. Так откуда же приходит эта сила? Я знаю некоторых людей, которые позитивны, но у них всё идёт кувырком, а другие люди негативны, но у них всё идеально. Нет. Здесь я снова и снова повторю, что пути кармы неисповедимы, потому что в прошлом существует что-то, что они сделали. Понимаете, мы не можем видеть чьё-то действие и причину этого действия на ограниченном отрезке времени. Вам нужно расширить это. И тогда вы увидите, о, вот в чём причина. Хотя сейчас он делает что-то полностью противоположное, но в прошлом он что-то совершил. Уже существует некий банковский счёт, и эти деньги выдают ему сейчас. Прямо сейчас он совершенно безработный. У него нет денег, и он забыл, что одалживал кому-то деньги. Но этот человек приходит и возвращает долг, и он говорит, «О, я не выполнил никакой работы, но получил деньги. Может быть, вы где-то оставили ваши деньги на хранение. И сейчас этот человек их возвращает, и вы чувствуете себя комфортно». Гурудаев, вы говорили о том, что проживание времени — есть медитация. Это утверждение о том, чтобы не оставлять впечатления от действий. Кришна говорит, «Я есть время, я есть время». Куда вещи уходят и появляются, и сливаются вновь. Настоящий момент — это то место, где всё зарождается и где всё исчезает. Понимаете? Прошлое растворяется, а будущее появляется. Где оно зарождается и исчезает в настоящем моменте. И «Я» есть этот момент. И понимание времени само по себе есть медитация. Осознание момента сейчас. Убрав все события из настоящего момента, все впечатления от событий, вы почувствуете его истинную бесконечность. Он глубокий и бесконечный. Приходит без времения. Гурудев, продолжая эту мысль, дальше о жизни аватаров, мы говорим, что всё есть игра, всё это лила, потому что они вне влияния кармы. Но в то же время, если посмотреть на жизнь Рамы или Кришны, на некоторые аспекты их жизни, например, как Кришна оставил тело, это случилось из-за того, что он определённым образом убил Рамбали. И здесь мы говорим, что это кармические обстоятельства. Как так происходит, что одни обстоятельства жизни происходят как игра или лила, но тот же человек, совершая другие действия, попадает под влияние кармы. Это вводит в замешательство. Смотрите, это зависит от способа восприятия вещей. Некоторая праптха-карма имеет место быть, но она не влияет на человека. Это называется лейша-авидья. Пока тело существует, вы не можете на 100% избавиться от всех видов кармы. Так что в веданте есть пример. Предположим, вы держите в руках шар сливочного масла и затем бросаете его, но следы масла всё равно остаются у вас на ладонях. Это называется лейша-авидья. Немного какой-то кармы должно присутствовать, потому что существует кармическое место. И тело само по себе — это карма. Праптха-карма. Из-за воплощения в теле того, что Кришна физически был на этой планете. Но он говорит, у меня нет кармы. Но всё же я играю в карму, потому что я хочу показать путь. Хочу показать дорогу. Мне не нужно ничего делать, у меня нет кармы. Но я продолжаю играть, потому что люди последуют за мной. Чтобы я не делал, они будут повторять. Это очень интригует. И это очень глубоко. Так что вам нужно рассматривать это с разных измерений. Означает ли просветление то, что карма обнуляется? Просветление означает избавление от санчета и агами кармы. Но прораптха карма немного остаётся до тех пор, пока тело находится здесь. Вы говорили, что карма не означает фатализм. Но астрологи дают прогнозы на 5, 10, 20, 50 лет. Эта система ошибочна или это может быть изменено? Нет. Они также дают вам средства. Иначе астрологи не давали бы вам советов. Но они дают определённые практики и ритуалы. Соверши поклонение такому-то дереву, посади 5 деревьев мимо в таком-то месте. Если бы всё было предрешено, то все методы воздействия и гармонизации были бы совершенно никчёмны. Это подобно тому, что вам показывают весь путь в навигаторе. Вся система у вас перед глазами. Вы соблюдаете рекомендации. Вот таковы вероятные вещи, которые могут с вами случиться. Но вы выполняете гармонизирующие рекомендации. И можете аннулировать эти ситуации. И в конце концов они говорят о милости тоже. Они говорят, с Божьей милостью всё будет хорошо. Каждое действие имеет ограниченную сферу влияния. Правда ли, что местонахождение действия дэвов также продиктовано их кармой? О, да, да. У дэвов тоже есть карма. Дэвы также имеют желание. Они не свободны от желаний. Куру дэв, действительно ли наша карма определяет виды желаний, которые у нас возникают? Могли бы вы рассказать о взаимоотношении кармы и желаний? Знаете, желания возникают из-за многих факторов. Ваша компания, ваша еда, ваши фантазии, ваше внимание — всё это может вызвать разные желания. И ничего не остаётся неизменным. Желания приходят и уходят. Иногда это становится шаблоном, и они продолжают приходить. Тогда они формируют карму. Желания формируют карму. И таким образом, понимаете, мы не можем говорить, что что-то не является кармой, потому что действия настолько распространены. Вы не можете сказать, что в каком-то пространстве нет атомов, верно? Разве может быть такое? Вы не можете сказать, что мир нет атомов. Вы можете сказать, что мир нет атомов? Вообще-то, если вы слышали, последняя Нобелевская премия по физике досталась человеку, который сказал, что мир не существует. Мы ведь именно об этом говорим. А когда мир не существует, то и кармы не существуют. Не существует вообще никакой индивидуальности. То, что кажется индивидуальным, на самом деле лишь волны. Разве волны когда-то существовали сами по себе отдельно от океана? Что существует на самом деле? Только океан. И здесь одна волна большая, другая такой формы, третья другой. И они обладают кармой и всем подобным. Так что, когда вы смотрите с истинной точки зрения, с реальной точки зрения, ничего не существует. И когда ничего не существует, ничего никогда не создавалось. Тогда нечего поддерживать и нечего разрушать. Брахма, Вишну, Махеш, свободны. Они не удел. Есть только ничто. И больше ни одна вещь не существует. Вот что значит ничто. Поэтому, когда есть лишь ничто, то нет никакой кармы. Ничего. А ведь это не карма, нитим. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok